Сегодняшняя лекция это продолжение той постановки сдачи, про которую говорил Евгений Щерба в прошлый раз. То есть мы рассматриваем сеть маршрутизаторов, которые могут пропускать трафик того или иного вида. В этой сети необходимо найти максимальный поток. То есть такие пути, которые будут позволять пропускать трафик наибольшего количества видов. Еще раз напомню, как мы определяли поток в блювозначных сетях. Наша сеть задается графом, где V множество вершин и E множество ребер. Далее определяется функция, которую мы называем потоком. Для этой функции должны выполняться приведенные на слайде три условия. Тогда величиной потока будем называть элемент бульевой алгебры, удовлетворяющий условия, приведенные на слайде. И мощность потока – это количество атомов бульевой алгебры, содержащихся в величине потока. В прошлый раз был рассмотрен алгоритм поиска максимального потока, который для каждого атома бульевой алгебры искал путь из истока в сток. Сегодня рассмотрим алгоритм, в основе которого лежит подход следующий. Мы в исток запускаем все множество меток, то есть единицу, и пытаемся протолкнуть ее до стока. Это концепция такая. Для того, чтобы сформулировать алгоритм, нам потребуются следующие обозначения и обозначения функций и структур данных. Мы в качестве основной структуры данных, которую будем использовать в данном алгоритме, будем видеть кучу. Куча – это такая структура данных в программировании, где в вершине, древовидная структура, где в вершине находится максимальный элемент. В нашем смысле максимальный элемент – это элемент с наибольшей мощностью. То есть максимальность мы будем определять как величину мощности. Дальше определяем функцию, которая извлекает из кучи этот элемент. Если куча была пустой, то значение этой функции будет пустым множеством. Дальше определяем функцию, которая добавляет в кучу элемент. Далее введем следующее обозначение. v' от x – это будет множество вершин, смежных с вершиной x. v' от x – это элементы этого множества. Дальше в алгоритме мы будем использовать эти обозначения. e' от x – это ребра, соответствующие вершинам из v' от x. То есть начало – это наша вершина x, конец – это вершина v' от x. И f' от v будем обозначать поток, который пришел в вершину v. Раньше мы вводили понятие f' от e – поток на ребре. Но я взял на себя смелость обозначить таким образом поток, входящий в вершину. Может быть обозначение неудачное, но во всяком случае в алгоритме как-то надо было обозначить. Логика более-менее прослеживается. Так вот, при таких обозначениях, как мы будем дальше действовать? Напомню обозначения, которые использовались. s – это корень, t – это сток. В некоторой сети G требуется найти максимальный поток F из s в t. Каким образом мы будем инициализировать наш граф? То есть есть граф, у которого ребра подписаны метками. В вершинах также будет у нас набор меток, который отвечает величине потока, который туда пришел. Изначально в корень, то есть в исток мы поместим всю булевалку, про единицу. Все остальные вершины пометим пустым множеством. Из такого состояния начинается работа нашего алгоритма. Весь алгоритм представлен на слайде в виде 12 шагов. Сейчас я попробую его вам объяснить. Смысл такой. Для каждой вершины рассматриваемой, то есть на каждой итерации алгоритма мы будем рассматривать одну вершину. Для этой вершины мы ищем все смежные вершины. Может быть, сразу на примере я лучше буду показывать? Может быть, лучше будет, потому что… Потому что потом я вернусь к вот этой сжатой форме. Но давайте посмотрим тогда сначала на примере. Так. Вот у нас уже известный нам граф, который мы рассматриваем всегда. Есть вершины. Пусть истоком будет вершина В1, стоком вершина В7. Здесь помечены пропускные способности ребер. Булевая алгебра порождена атомами А, В, С. Начальное состояние. Я уже говорил. В исток помещаем всю булевую алгебру, остальные забиваем пустыми множествами. Так. И задача теперь протолкать… Да. Назад вернусь. Да. Задача протолкать вот эту единицу по всем ребрам и посмотреть, что придет в сток. Что потеряется в этом… Да, да. Что-то потеряется именно за счет пропускной способности. Получить максимальный показательный элемент. Да, да, да. Но, по сути, мы протолкнув через все ребра, у нас и так придет максимум. То есть все, что ограничится пропускными способностями, то ограничится. Ничего лишнего у нас не придет. Задача понятна? Формулировка более-менее интуитивная. И надо, чтобы это в такой путь, чтобы это был максимальный. Да. Так. На первом шаге алгоритма мы рассматривали вершину V1. Для нее искали все смежные вершины и проталкивали туда, сколько возможно. Нет, вы охотный алгоритм, но вы какие-то непонятные. Хорошо. На первом шаге алгоритма какого? Нашего. Нашего. Ну, вы напомните. Возвращаюсь. Ну, вы знаете. Да, да, да. На первом шаге рассматриваем вершину S. Для каждой вершины… То есть мы… X – это та вершина, которую мы рассматриваем. Ей присваиваем значение вершины S. Для каждой вершины V1 из множества смежных вершин с вершиной X, то есть текущей, которую мы рассматриваем, проверяем. Если пропускная способность ребра, которая из этой вершины идет, будет меньше, в смысле… Да, 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 да. Как включение, как подмножиться. Будет меньше, чем величина потока, которая в той вершине сейчас есть, то мы эту вершину пропускаем. Мы дальше ничего с ней делаем. Но если это условие не выполняется, то есть смысл какой? Если мы через это ребро не можем ничего привнести в ту вершину, то мы, соответственно, ничего не делаем. Если мы что-то можем привнести, то мы переходим к следующему шагу. По сути… Вы проясните на примере. Вот. Как первый шаг будет выглядеть на примере? Теперь первый шаг на примере. У нас здесь был 0. 0, соответственно, AB, то значение, которое мы можем передать в эту вершину, у нас не является подмножеством 0. Соответственно, дальше будет выполняться условие иначе. То есть мы в ту вершину будем помещать объединение того, что уже там было, с пересечением того, что мы пытаемся протолкнуть, ограниченное пропускной способностью. Ну, вы на примере поясняете. На примере поясняю. Была единица. Здесь был 0. Здесь ограничивается… ограничитель, как AB выступает. Дальше. В вершину V2 мы кладем значение AB, потому что 0 в объединении с единицей, пересеченной с AB, будет AB. Аналогично для остальных смежных вершин с вершиной V1 поступаем. Сюда придет единица, сюда придет BC. Серым я помечаю вершины, которые мы кладем в очередь. О, в очередь, в кучу нашу. То есть изначально куча была пустой, теперь мы туда положили три вершины. Куча вершин. Да. Куча – это… я сейчас не вдаюсь в особенности работы с кучей с точки зрения программирования, какие там алгоритмы используют для… Чтобы поднимались то, что вы говорите. Да, куча – это куча вершин. У нас есть два инструмента работы с кучей. Это вытащить максимальную и засунуть туда в кучу элемент. Дальше за счет механизма работы самой кучи максимальный всплывет наверх. Вот такая логика. Что здесь максимальный? Максимальный элемент мы будем рассматривать с точки зрения мощности, мощности этого элемента. То есть… То есть в данном случае V3. Да, в данном случае V3. То есть он максимален к полной алгебре. Так. Соответственно, для второго шага, сейчас вернемся к алгоритму, что мы дальше делаем. Поскольку мы положили, выполнили вот этот вот небольшой цикл, который кладет вершины в кучу, либо не кладет в зависимости от того, можно это сделать или нет. Следующий шаг – мы вытаскиваем из кучи максимальный элемент. То, про что мы и говорили. Дальше смотрим. Если что-то вытащилось, то переходим к шагу 2. Если ничего не вытащилось, то есть куча пустая, то алгоритм заканчивает свою работу. То есть это условия выхода. Вот, по сути, вот здесь такой небольшой цикл образовался. Теперь дальше вернемся к примеру. Элемент 1 у нас максимальным является из тех, которые сейчас находятся в куче. Соответственно, на следующем шаге мы будем работать с ним. Мы вытаскиваем его из кучи. Вот. Шаг V3. И я, наверное, вернусь к предыдущим слайдам. И пытаемся протолкнуть содержимое этой вершины во все смежные с ней рёбра. Во все смежные с ней вершины по рёбрам. Да, в данном случае их две. Это ребро с ограничением ВС и ребро с ограничением АС. Соответственно, что придёт в вершину V2? Ну, единица, во-первых, проверка первого условия. Единица является ли подмножеством того, что содержится в V2? Нет, не является. Значит, мы будем туда добавлять. А добавляем как? АВ объединяем с тем, что мы можем протолкнуть по этому ребру. А это будет ВС. То есть, единица, пересечённая с ВС, это ВС. АВ объединённая с ВС, это будет единица. На следующем слайде это будет видно. Здесь по ребру АС единицу проталкиваем, мы сюда положим АС. Что и требовалось доказать. Эту вершину вытащили из кучи. В куче лежит теперь опять наша вершина V2, но уже с другим значением. Вершина V5 со значением АС, вершина V4 со значением ВС. Дальше мы переходим к следующему шагу. Вытаскиваем следующий максимальный элемент. Он у нас будет В2. Идёт проверка. Является ли… Является ли… Да-да-да, то, что мы пытаемся… А, то, что мы можем здесь протолкнуть максимальным подмножеством того, что лежит уже в вершине. С – это подмножество АС. Значит, мы ничего не будем делать в данном случае. Мы пропускаем этот шаг. Всё, с вершины 2 мы отработали. Вот он был, этот следующий шаг. Мы вытащили. С уже есть. Дальше ничего не делаем. Ищем следующий максимальный элемент. АС или ВС. Я сейчас не буду заострять внимание на том, как мы выбираем среди этих двух элементов. Вообще разницы нет. Какой там всплывёт наверх, тот и будет у нас максимальным. То есть у них у обоих мощность 2. Будем считать, что выпало на АС. Поверьте, от переменной места слагаемых ничего не изменится. Так вот. Считаем, что выпало АС. Рассматриваем вершину В5. Теперь вернусь к предыдущему слайду. АС можно передать по трем ребрам. Вершину В4, В6 и В7. Здесь у нас будет ограничением А. АС в пересечении с А добавляется к ВС. Сюда придёт единица. АС в пересечении с АВС. Передаётся сюда. Сюда придёт АС. АС в пересечении с ВС. Передаётся в вершину В7. Сюда придёт С. АС в пересечении с ВС. Придёт С. Что мы видим на следующем шаге? То есть при этом ещё С мы добавили в нашу кучу. Это извлеклась. Следующий максимальный элемент будет В4. Также единицу передаём в вершину В6 с ограничением АВС. Сюда придёт единица. Дальше смежных ребер нет. Дальше работаем с В6. В6 единицу передаём в В7 с ограничением АС. АС сюда передаётся АС. АС в объединении с С будет АС. В кучу осталась одна вершина. Извлекаем её. Смотрим, что у неё нет соседей. Дальше пытаемся извлечь новый элемент. Нам возвращается пустое множество. Цикл алгоритма отработал. В результате мы берём значение, которое осталось у нас в вершине В7. То есть в стоке это и будет величиной максимального потока, который можно прокачать из В1 в В7. Вы не пытались доказательства? Вы на примерах это проверили? Или некоторые доказательства? И обоснование алгоритма, что он в любом случае даст максимальный? Вообще говоря, есть аналогичный алгоритм для обычных сетей, ну да, для обычных численных графов. Там принцип такой же, есть доказательства. Доказательства для чисел. Тут доказательства, оно проходит, где они уливают? Вы не проверяли? Я не проверял, но интуиция подсказывает, что может сработать. Почему алгоритм остановится? По циклу гонять, гонять. Нет, нет, нет. В итоге мы всё равно по циклу можем упереться в то, что вершину уже мы накачали по максимуму, и дальше мы, дальше наше ребро не будет привносить ничего нового в вершину. Поэтому мы будем её пропускать. Там как раз есть условие, которое перестаёт работать с вершиной, если мы ничего туда добавить нового не можем. Да, есть варианты, когда мы будем совершать цикл, каждый раз что-то подбирая по пути, но второй раз этот цикл уже не сработает, потому что мы по нему прошли уже. То есть здесь есть некоторый микс алгоритм поиска в ширину и проталкивание потока. Ну, он похоже на правильный угли. Он похоже на задний. Да хоть же у нас есть время, мы поэтому и берём некоторый перерыв, чтобы... Так, а содержательно вы как можете аргументировать внутрь вот этого алгоритма на какие задачи? Да, на всё тех же, которые мы обсуждали. Например, можно считать, какое количество... Точнее, допустим, информацию какого вида мы сможем передать из пункта А в пункт Б. Если считаем, что пункт А — это у нас там роутер, находящийся там в одной локации, пункт Б — там роутер, находящийся в другой локации. В сети есть ограничения, связанные с важностью или с протоколами информации, которая может передаваться. Соответственно, пропуская из стока в сток, мы увидим, какие ограничения сработали в этой сети. Есть ещё одна модель, которая потенциально может рассматриваться. Это вот социальные сети, и там используются так называемые хэштеги. И каждый хэштег можно рассматривать как отдельную метку. И в этом случае можно рассмотреть, допустим... Ну, я согласен. Тут содержательных задач очень много, и это достаточно реальный запрос для такого типа алгоритмов и для такого типа сетей. Но вот, если делать доклад, то, понятно, здесь нужно некоторое обоснование, в случае более возначенных, потому что возникнет... Ну, у нас ещё тут доброжелательные достаточно обстоятельства. А когда вы выступаете на конференции, там разный народ есть. И... Ну, то есть надо... поработать, потому что одно дело, как численное обоснование есть, существует этот алгоритм. А... Ну, в этом и смысл должен быть доклада, что есть некоторое обоснование, что ли. Так. Это первый вопрос. Второй вопрос – сложность. То есть вы работаете... Сложность здесь будет зависеть от количества ребер. То есть, по сути, я оценивал, здесь сложность Е, логарифм Е. То есть операция извлечения, операция добавления в кучу – это логарифмическая сложность. Дальше мы идём по всем ребрам, и, соответственно, у нас возникает такая общая сложность. Сложность хорошая для этого алгоритма. Ну, вот тут нужно, конечно, его значное обоснование, что вот вопросы начали возникать, и о таких вопросах ещё немного можно задать. То есть мы это представляем, как вот некоторые к началу работают над этим алгоритмом. Но работу надо продолжить. Понятно. Безусловно. Ну, надо записывать вот какие-то, если... Для того уж... Записывать для чего нужно? Для того, чтобы другие люди могли проверить. Потому что, если он просто сейчас начнёт, он начнёт, то, по сути дела, ему нужно по самому всё делать. А текст записан, он должен помогать уже человеку, что вы уже продумали часть работы. Мы чём работаем? Так, у вас ещё? Всё.